Привет всем! Сегодня у нас 23 октября. У нас пришла зима. Может он все заметает? Идет первый снег. Вроде еще он должен растаять там и плюс три будет, но уже прям зима натуральная. Метет, метель, ветер. Все вот так вот снегом укрывает. Еще вон те акустики надо было пригнуть, ну ладно. Завтра или послезавтра растает, надо будет обязательно пригнуть. Такой вот ветерок. В теплице наведен порядок. Так вот вся земля перекопана, подготовлена к весне. Видишь как все позамело. Здесь под теплую грядку сделано. Потом надо будет туда каких-нибудь остатков набросать будет. Это уже скорее всего весной, потому что за зиму все позамерстнет. Смысл. Вот так вот. Потом уже в январе все это закидаем снегом. Почел еще не заносили. Попозже, в конце недели. О, как прям натуральная метель. Все сдувает. Так вот у нас сыпет прям снег в гостях у бабушки. Хочу вам показать. Заказывали в садах России красную астру. В морзостойку. Вот, смотрите. Совсем не красная получается. Как бы должна была быть. Она махровая. Вот так вот. Так вот обманывают. В общем, заказывали красную. Пришла какая-то как голубая и не махровая. Ну, так как бы неплохая. Ну, посмотрим. Там-то было две расцветки. Ну, вот так вот немножко нас обманули. Бабушка, мы привезли сено. Двадцать шесть юков. Коровки и бычков. Даже тоже они огород постепенно прибрали. Еще у него лук порей тоже остался. Еще убирать надо будет. Вот так вот. Вообще зима настоящая наступает. Снег такой мелкий, сыпет ветер. Такой прям больно прям сыпет так. Яблоньки. Даже тут поприкрывало кое-что. Еще будет, наверное, прикрывать. Там у нас четверг потепления. Да, плюс десяти. Поэтому все это растает. Ну, и надо будет еще прибираться. Какие дюки. В этом году вообще сено было не найти. Травы мало. Вот хорошо, что удалось отыскать лук порей. Его вот именно так поздно и убирают. Думаю, как бы не страшны. Такие заморозки дали. Надо будет эту четверг вырвать тоже. И бабушке сказать, чтобы вырвала. И самим тоже убрать. В племку пищевую замотать. И на хранение отправить. У гортензии бабушка тоже присыпала основание корня. Такая вот гортензия была. У нее даже цвела. Но здесь уже цветы все подпали. Я тоже вот свои также присыпал землю к основанию. Но потом снегом просто надо будет все, так скажем, присыпать веточки. Это что-то она не связала. Надо было их как-нибудь так связать, наверное. В общем, ну вроде как она зимующая, хорошая. Такая гортензия должна быть. Лимон лимлайт. Посмотрим, как перезимует. Потом еще она прикроет елкой ее. Вот эту вот посрежет в кустики. Там тоже елку срезать надо будет. Такая вот у нас погода, в общем. Зима. Снег уже не тает. Также вам расскажу еще про одно растение. Вот заказывали тоже в садах России ежевику. В общем, с той ежевики толку тоже нет. В прошлом году как бы она немножко отросла. В этом году вообще практически тоже не росла. Вот здесь ее опять немножко прикрыли. Ну, не знаю, наверное, полностью надо будет ее убирать. Потому что толку никакого нет. Во-первых, она по описанию была бесшипая. А на самом деле колючая. В общем, такой вот неудачный заказ был. Ну, а то, что в этом году выписывали, как бы все вроде нормальное. Так вот. Снег потихоньку идет. Немножко разъяснивает. Ночью, наверное, будет мороз. Что еще удалось сделать? Ну, во-первых, воду вылить еще в бочке. Вода была. И саженцы вот так вот. Ну, как бы привязать. Чтобы они пониже были. Малину. Вот эту вот, которую выписывали. Не знаю, то ли она вызрела, то ли нет. Листи почему-то не отпали. Такие вот веточки. Ну, хотя и на свои тоже листья. Я смотрю, не отпавший. Но какой-то ствол. Такой он светлый. Поэтому не знаю. То ли перезимует, то ли нет. Но вот так вот надо ее было пригнуть. Потом снегом присыпется. и уже будет зимовать. Здесь тоже подложены под низ. Ну, как вот такая аперина, что ли сказать. Из травы корень прикрыт. Такая холодильная. Прямо что разговаривать невозможно. Ну, вот так вот. И ветки здесь поверху будут лежать. Чеснок уже прикрыт снегом. Здесь у нас мятопа. Преклонилась кохи. Так вот. Гуси кричат, летят. Вырвали еще эти самые капустные кочерыжки. И еще надо с грядки вытаскать землю. Такая вот еще работа предстоит. Вот так вот незаметно пришла зима. Неожиданно. Раньше даже и в ноябре еще снега не было. Но иногда, конечно, было и в середине октября уже снег ложился. Но как-то не ожидали, не ожидали. Было тепло. И 15, и 20 градусов даже было в некоторые дни. В начале октября там 10, там 15 вот так вот. А тут резко лег снег. И вот так вот похолодало. Это еще хорошо, что успели перекопать землю в теплице. Ну, чтобы весной потом, соответственно, не копать ничего. Ну, и помыть ее, прибрать. В общем, все. Так, в принципе, уже все готово к зиме. В общем. И сегодня я хочу еще сделать такую вот быструю пиццу. Слоеное тесто купили в светофоре. 45 рублей всего стоит. Ну, и добавим колбасу, помидоры, перец, лук, майонез, кетчуп и сыр. Слоеное тесто немного раскатываю и перекладываю на противень. Смазываем поверхность кетчупом и выкладываем лук, перец и помидоры. Раскладываем колбасу и делаем такие небольшие капельки из майонеза. По желанию можно добавить еще немного тертой моркови. А сверху посыпаем все сыром. Даем немного тесту постоять. На упаковке написано, что 10 или 15 минут. А потом поставим в разогретую духовку до 200 градусов на 15 или 20 минут. Приготовим бутерброды с печенью трески. Отварили два яйца. Все разминаем вилкой. Печень трески сейчас тоже разомнем. И потом все смешаем. Добавляем немного майонеза и перемешиваем. Такую вот покупали печень трески в светофоре. Очень вкусная. Если где найдете, можете покупать. Вот такие вот получаются бутерброды. Очень вкусные. Такая вот получилась вкусная пицца. Всем пока-пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok